Дорогие братья и сестры, на библейский портал Экзегет поступил вопрос, где просят прокомментировать стих из Евангелия от Луки. «Ныне пришло спасение дому сему». Лука, 19 глава, стих 9. Значит ли это, что при покаянии одного члена семьи спасается вся семья? Напомню вам, братья и сестры, что этот стих связан с историей Матаря Закхея. В городе Иерихон Христос приходит в дом этого богатого человека, который приносит плоды покаяния. Половину имения раздает нищим, а всех, кого обидел, воздает вчетверо. Вот именно такими словами, после этих слов, Христос сказал, что ныне пришло спасение дому сему. Означает ли это, что в доме Закхея спаслись все члены семьи? Или, по-другому скажем, если один человек из семьи ведет христианскую жизнь и особенно пребывает в покаянии, значит ли, что его покаяние благотворно действует и спасает других членов семьи? И да, и нет. То есть праведная жизнь, она очень важна. Мы должны друг другу показывать пример благочестия. Когда в одном доме люди живут по-христиански, то это очень важно. Это очень важно. Как говорится, мы должны друг друга толкать в спину, в сторону Царства Небесного. Кто-то усерден в молитве, кто-то любит читать Писание, у кого-то кто-то хорошо служит, допустим, может помогать, у кого-то добрые слова, другой человек никого не осуждает, кто-то постится. Было бы побольше таких примеров, было бы здорово. Поэтому очень важно в добром примере быть активными и больше всего бояться соблазна. Когда ты, например, что-то делаешь плохое, одно дело, когда ты один. Например, человек, там, не знаю, находится дома, решил выпить, напился и лег спать. А когда он в семье, предположим, это отец семейства, он выпил на глазах у жены, у детей, у тещи, у соседей, пошел дебоширить, пошел ругаться, потом заснул. Он очень много зла посеял, посеял соблазн. Ну так вот, что касается слов «спасение дому сему». Каждый сеет добрые дела главным образом в свою душу. То есть, сколько ты посеял, столько ты и получишь. И также в отношении грехов. Сколько ты греха совершил, вот за все ты будешь отвечать, в первую очередь. Поэтому такого понятия, что одним праведником спасается весь род или вся семья, в христианстве нет. Этот пример, он нужен домашним, нужен ближним, чтобы они тоже подтягивались. Но если сам человек ничего не делает, то несмотря на то, что ты доживешь со святым человеком, предположим, в одном доме, его святость на тебя никак не переходит. И мы знаем, что, например, в житье великомученицы Варвары, она была убита родным отцом. Вот, пожалуйста, святая дочь и такой безбожник, злодей-отец, который обогрел свою совесть и свои руки кровью убиенной дочери. В то время, когда Христос проповедовал, нужно было, особенно в языческих семьях, чтобы кто-то начинал, начинал свой христианский путь. Дальше, например, уверовал муж, обращалась к вере его жена, дети, соседи. То есть, проповедь шла вот по такому принципу, как закваска, брошенная в тесто. Об этом говорит апостол Павел, что малая закваска, закваска квасит всё тесто. То есть, принцип такого переквашивания жизни. Но, в целом, ещё раз повторю, что каждый человек индивидуален в своём духовном подвиге. Поэтому уповать на молитвы других не надо. Мы, священники, часто так вот соприкасаемся с такими людьми, которые ничего особо не делают, но при этом просят за них помолиться. Но мы помолимся, но молитва священника или молитва близких должна быть связана с вашим личным усердием. Так что, наверное, такие мысли будут ответом на вопрос, касающийся евангельских слов из Евангелиста Луки, 19 глава, стих 9. Ныне пришло спасение дому сему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.